всем привет друзья сегодня жарю оладьи основа теста пахта как я люблю эту простую выпечку именно этот рецепт хотя есть массу других способов готовки и рецептур процесс приготовления не занимает много времени доступные ингредиенты а еще этот рецепт мне нравится тем что оладьи при жарке не впитывают в себя масло получается мягкие воздушные долго не черствеют для рецепта понадобится 500 миллилитров пахты пахта процент жирности 0 1 процент пахту нужно будет подогреть до теплого состояния жира тут практически теплую пахту выливаю чашу добавляю чайную ложку соли 2 столовые ложки без горки сахара сахара много добавлять не нужно 2 яйца как только все ингредиенты хорошенько соединились добавляю 400 грамм просеянной муки поверх муки высыпаю 2 чайные ложки питьевой соды и выжимаю сок половины лимона если у вас нету питьевой соды ее можно заменить двумя пакетиками разрыхлителя в пакетике 16 грамм вымешиваю тесто вот такое тесто у меня получилось посмотрите она легко стекает с ложки таким тесто не должно быть для приготовления оладий тесто должно лениво сползать с ложки быть тяжелым тогда оладушки будут хорошо подниматься если вот оставить тесто таким то оладьи будут очень такие сплющенные как толстые блинчики я еще подготовила 150 грамм муки мука под номером 405 и в общей сложности на замес тесто у меня ушло 550 грамм муки муки Посмотрите, вот так вот тесто должно сползать с лопатки. Ленивое, тяжелое. Тесту нужно будет дать еще немножко настояться в процессе растойки, мука разбухнет и тесто станет еще гуще. Я обычно оставляю на полчасика. Сковородка разогрелась. Оладушки на сковороду можно выкладывать с помощью обычной ложки. Я буду использовать ложечку для мороженого. КОНЕЦ Вот такими небольшими порциями выкладываем тесто в разогретое масло. Обжариваю сначала с одной стороны до золотистого цвета, а потом переворачиваю на другую сторону. Вот как вы обратили внимание, когда я выкладывала тесто, оно не растекается. На высокой температуре жарить не рекомендую, жарьте на умеренной температуре. Масло разогревается тоже на умеренной температуре, иначе оладьи сверху поджарятся, а внутри будут сырые. Если вы хотите, чтобы бока оладушек тоже подзолотились, их можно вот так вот еще на бочках чуть-чуть поджарить. Вот, посмотрите, какие они получаются пушистики. Я изначально оладушки выкладываю на салфетку. Вот, посмотрите, как тяжело сползает тесто. Вот такая вот консистенция, это залог высоких, пышных оладьев. Вот, посмотрите. И еще раз хочу заострить внимание, что оладьи обжариваются. Оладьи обжаривать рекомендую на умеренной температуре, так же как и разогревать масло, в котором вы будете жарить. Я иногда эти оладушки готовлю на скорую руку. Ну, допустим, деткам на завтрак, когда у меня нету много времени, я тесто сразу начинаю жарить, и они тоже получаются очень пышные, воздушные. Ну, а вообще, так, рекомендую тесто дать постоять около получаса. Ну, и вот таким вот способом буду пережаривать все тесто, пока не испеку все оладушки. Вот так вот. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Допекла последнюю партию. Посмотрите, какие они пушистые. Возьму самый нижний. Оладьи рекомендую подавать горячими. В моей семье оладушки охотно кушают со сметаной, с вишневым или с клубничным джемом. К оладьям также можно подать сгущенное молоко, шоколадный соус, нутеллу. Это дело вкуса. Непременно попробуйте приготовить. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.